Добрый день еще раз, мы начинаем. Я без микрофона, если можно, я думаю, у нас хорошо будет слышно. Вот у нас доклад тандемом, да, первый и последний на этой конференции. Вот, расскажем мы вам об особеннохи построения сетевых шифраторов на квантовых ключах. Вот, то есть, спасибо большое, во-первых, что нам предоставили такую возможность выступить перед такой представительной аудиторией, собственно, перед нашей научной элитой, уже не только российской, как я понимаю, и, собственно, перед прогрессивной молодежью. Это очень приятно. Вот, расскажем мы вам, ну, это, я так понимаю, кластер сопутствующих технологий. И, собственно, о практике. То есть, мы та самая компания, которая прямо сейчас, пока мы здесь, да, команда работает, вот, пытается интегрировать наработки наших уважаемых коллег из МГУ в части квантовых распределений ключей в наши или с нашими классическими из КЗЕ. В первую очередь, это касается, вот, о чем мы будем говорить, в основном, да, это канальные уровни L2, сетевые, высокоскоростные шифраторы. Вот, в чем суть доклада, да, что это очень непросто. Есть ряд проблем, особенностей, с которыми мы столкнулись. Вот, мы о них расскажем коротко. Очень коротко представимся. Меня зовут Петренко Сергей. Вот, кто спрашивал визитки, сейчас у меня с собой подходите, всем с удовольствием раздам. Вот, я являюсь заместителем руководителя нашего научного центра. Вот, по совместительству руковожу портфелем квантовых проектов. У нас их уже два в компании. Вот, вкратце расскажем. Доклад никоим образом не рекламный, не продуктовый. Будет не про наши продукты, а просто про проблемы разработки, с которыми столкнется любой вендор, кто захочет этим заниматься. Вот, и еще по совместительству руководителя, руководитель рабочей группы, вот ее упоминали вчера в докладе товарища Королькова, да, рабочая группа квантовых криптографических системы выработки и распределения ключей в АТК-26. Вот, кто не знает, это технический комитет номер 26, называется он очень просто, криптографическая защита информации. Это коллегиальный орган Росстандарта, председательствует там ФСБ России, а участвуют все вендоры, имеющие лицензии на разработки. Собственно, это вот та площадка, где рождаются наши криптографические ГОСТы, ну и прочие требования, вот, протоколы, схемы. Если будет время, мы об этом поговорим. Вот, большую часть этого доклада, на самом деле, будет рассказывать Михаил Бородин, вот, исследователь нашего центра, и в связи всех его регалий, вот, хочется отметить, что он является архитектором двух ключевых систем, вот, наших двух квантовых продуктов. Кто никогда ключевые системы не разрабатывал, может не оценить, как бы, да, веса этого достижения, на самом деле, это очень-очень сложно. Самое сложное, что есть в разработке из КЗИ, нетривиальное, да, это разработка ключевой системы. Вот, все остальное, как бы, там есть требования, есть методички, а вот ключевую систему приходится делать с нуля. Итак, структура доклада, да, это далеко не весь скоу проблем и сложностей, с которыми мы сталкиваемся, ну, какие-то наиболее сложные, интересные и понятные широкую аудиторию мы выбрали, то есть расскажем о сложностях производства, построении оптической квантовой сети, собственно, распределение первичных секретов и генерации, загрузки, синхронизации, ну, все, что относится к ключам. Я начну, Михаил потом продолжит. Итак, производство. Есть некоторые проблемы, которые вот у нас всплыли именно на этапе производства, то есть это не было проблемой, когда это были лабораторные там макеты, эксперименты, вот, на площадке МГУ. Когда мы дошли до производства продуктов, которые мы собираемся нести регулятору, которые мы собираемся продавать, поставлять коммерческим клиентам, серьезным компаниям, все стало несколько сложнее, да. В первую очередь касается проблем этих комплектующих. Я вот даже их перечислил, самые такие, да, наболевшие, это лавины и фотонные детекторы, это плесины, это фазовые модуляторы. Вот, во-первых, все иностранное. Все иностранное. Нету аналогов в России, по крайней мере, того качества, которое нам надо, тех характеристик. Вот, это не проблема вообще, да, но это проблема на нашем рынке. Вот, потому что понятно, что эти системы, дорогие, сложные, ну, скажем так, обеспечивающие новый уровень защиты, и в первую очередь в России будут востребованы государственными заказчиками. Ну, я имею в виду в том числе разные госкорпорации, там, ну, например, там, Газпром, Ростелеком, да, это ПАО, но мы все понимаем, что это государство, вот я таких имею в виду заказчиков. Вот, для них иностранные комплектующие, причем критичные в изделии, сразу как-то градус интереса понижают. То есть, они очень любят, там, российские технологии, да, импортозамещение, начинают задавать вопросы, это ваша разработка, да, патенты, все защищено, здорово, там, завтра сертификат, а из чего сделано? Ну, вот, как бы, к сожалению, да, это корейская, это американская, вот, не то чтобы это крест, как бы, да, на этом процессе, но очень мешает жить, поэтому мы очень надеемся на нашу, там, электронную промышленность, российскую, вот, что она подтянется до нужного уровня, и мы все-таки такие вот изделия, от которых зависит безопасность государства, смело можно это сказать, будем делать из российских комплектующих. Вот, это второе следствие, это сложная сертификация. Опять же, если изделия иностранные, да, ну, градус доверия к ним у того самого регулятора, о котором мы поговорим, если успеем, ну, он сильно падает, вот, не всегда доступна вся документация, да, не всегда можно какие-то исходники получить, в общем, много-много сложностей. Опять же, это не крест, мы сертифицируем изделия с иностранными комплектующими, а куда деваться, когда наших нет, вот, ну, это добавляет нам проблем. Вот, и самое сейчас вот неприятное, это риск доступности, то есть, на примере тех же самых фотонных детекторов, там, продавали их в Америке, потом перестали продавать, вот, естественно, у нас не предупредив, вот. Хорошо, мы нашли, как бы, аналоги, да, но, тем не менее, вот, все вот эти вот иностранные вещи, понятно, что они никоим образом нам не контролируются при наших, там, мизерных объемах, ну, с нами даже, там, общаться, в общем-то, никто не будет, вот, поэтому всегда приходится иметь какой-то план B, там, закупать что-то дорогое впрок, иметь два варианта, не один, это лишние затраты, лишнее время, это очень сложно. Когда вендор российский, с ним всегда можно какой-то диалог выстраивать, какие-то гарантии от него получать, здесь вот этого нет, мы уже, как бы, с этим сталкивались, пока решаем героически, да, но это нам стоит дорого, в смысле, не денег, а вообще, вот. Следующий глобальный пункт очень дорого, это, в принципе, очень дорого, то есть высокая стоимость комплектующих, вот, не знаю, Сергей Ханенков еще здесь, да, он озвучивал, сколько он хочет, чтобы стоил вот квантовый шифратор, да, но мы не против, как бы, да, ну, пусть тогда вот российские вендоры нам ЛФД продают за вменяемые деньги, а сейчас это миллион рублей, ну, здорово, вот, поэтому на круг стоимость изделия, даже исходя из стоимости комплектующих, достаточно высокая, да, не так, чтобы это прямо отпугивало заказчиков потенциальных текущих, возвращаясь к госкорпорациям, да, но она высокая. Это сложно, в первую очередь, для нас, опять же, одно дело, один лабораторный макет, а другое дело, нам их надо и не один, и не два, как бы, да, надо и регулятору отдать, и в лабораторию отдать, вот, Евгений вчера говорил, что лаборатория во время исследований иногда ломает эти изделия, не специально, а просто так происходит, вот, а учитывая стоимость деталей, ну, это все очень грустно для нас, как для производителя, вот. Это же следствие того, что могут быть проблемы с заказчиками, то есть приходит человек, да, как бы, узнает цену, и, ну, как бы, я еще похожу, посмотрю, так ли мне это надо, вот, поэтому мы намерены работать, естественно, над снижением стоимости, но мало что от нас зависят, как бы, да, иностранные дорогие комплектующие, вот. Они же при этом еще нестабильного качества, что очень, как бы, нежатует и раздражает, то есть за такие деньги, да, вот мы уже, там, с диодами поимели какие-то проблемы, ну, и взять простые примеры, там, не знаю, наша команда мне сообщила, купили катушки оптоволокна, банальная вещь, 25 километров написано, оказалось 26 с чем-то, а для нас это важно, потому что это другое затукание, как бы, и по-другому схема, как бы, может работать, которую мы заказчикам показываем, ну, вот как так-то, будем знать теперь, да, там примеров таких много, как бы, долго можно о них рассказывать, здесь есть люди в зале наши, которые могут об этом рассказать. Вот, ну, и сроки поставки, опять же, за эти деньги, с таким качеством, да, это еще везут по полгода нам, опять же, когда это эксперименты какие-то научные, не так страшно, да, когда ты работаешь с рынком, с заказчиками, ну, это неприемлемо, то есть, как бы, к нам приходит заказчик, говорит, хочу купить, мы говорим, хорошо, дайте аванс, потом полгодика мы ждем, потом они к нам приедут месяца два, будем собирать из них изделия, калибровать, там, тестировать, ну, и где-то месяцев через 8-9 вам отгрузим, оплатите еще половину. Ну, людей может не устроить. Очень, очень, очень это сложно, как бы, именно с точки зрения производства, опять же, это не проблема вообще, это проблема наша, вот, делимся нашей болью. У вас с растительными поставщиками, возможно, можно было как-то это оптимизировать, а с иностранными, повторюсь, наши объемы им неинтересны, поэтому навстречу они, в общем-то, не идут. Вот, многострадальный датчик, уже о нем сегодня и Анна говорила, в принципе, часто его вспоминаем, немножко с другой стороны о нем скажу, как бы, он того стоит, чтобы о нем сказать. Вот, во-первых, сделаю акцент, что мы говорим о ФДСЧ, то есть, это физический датчик случайных чисел. Ну, вот, в гражданской литературе ГСИИ любят, все-таки у нас, вот, в документах регуляторов ФДСЧ. Почему физический? Ну, во-первых, потому что высокие классы из КЗИИ можно сделать только с физическим датчиком. Поверьте на слово, да, так написано в правильных документах, если читать их внимательно. Вот, то есть, подняться выше класса КС, ну, вам это мало что говорит, ну, скажем так, для серьезных заказчиков, которые, наверное, будут интересоваться такими системами. Вот, интересный высокий класс из КЗИИ, это только физический датчик. Вот, в чем сложность, да, ну, как Анне уже сказала, скорость, вот я конкретные цифры привел, немножко другие, ну, в смысле, в другом формате цифры-то те же. Вот, таких датчиков готовых на рынке, естественно, нет. То есть, если ЛФД дорого, сложно, долго, но мы нашли и купили, да, то это купить нельзя. Поэтому, наши уважаемые коллеги, такой датчик изобрели, вот, это пол-дела, да, изобрели датчик, который соответствует всем функциональным характеристикам, нефункциональным, да. Вот, ну, дальше идет большой этап нормативный, это сертификация. То есть, выработка случайных последовательств, это криптографическая функция. Как следствие из этого, да, ДСЧ является частью из КЗИИ, вот, и должен проходить тематические исследования. То есть, вы не можете привести регулятору, там, свой шифратор с командой распределения ключей, и сказать, ну, а вот гамму мы получаем там откуда-то, скажут, ну, хорошо, тогда мы в правилах запишем, что вот это откуда-то должно быть отдельным сертифицированным с КЗИИ. Сейчас на российском рынке сертифицированных ФДСЧ один, при том, что сертифицированных с КЗИИ, ну, штук, там, 500, несколько сотен. То есть, понимаете, насколько это сложно, насколько вот регулятор, как бы, к этому вопросу относится внимательно. Вот. В данном случае мы отдельно этот датчик не понесем на сертификацию, да, он пройдет сертификацию ровно вот по схеме в составе большого изделия. Это чуть проще, но это не снимает с него, как бы, того, что должна быть модель, того, что куча контроля должна быть реализована внутри, и много-много-много всего другого. Вот. Большая сложность, я не знаю, насколько наши там коллеги, конкуренты, можно так назвать, да, этим, озадачились. Мы вот озадачились, мы видим здесь какую-то определенную площадку, как бы, и для развития, в общем-то, ну, и для сложностей. Всем это будет достаточно тяжело. И нам, и регулятору. Вот. Ну, есть схема, кстати, вот реальная, приведенная, изобретение наших коллег, запатентованное, насколько я знаю. Но, если кому-то интересно, потом тут есть люди, которые могут подробнее про сам датчик рассказать на квантовых эффектах. Наверное, очень интересная вещь вот для этой аудитории. Вот. Ну, плавно приду слово Михаилу. Он сейчас расскажет вам про квантовые сети, и еще много про что. Повозьми микрофончик. Запись же идет. Прям в карман. Благодарю. Здравствуйте. Я хочу рассказать про такую для меня неожиданную проблему. Это поиск клиентов квантовой сети, оптической сети. Если рассматривать топологию, интерес точка-точка для этой задачи, нет тут, в общем, этой задачи. Просто светим в провод, на другом конце, как бы, лучше точно выйдет. Интереснее в топологии звезда. Когда у нас к одному серверу подключено много клиентов, надо как-то переключать каналы, чтобы достучаться до нужного клиента, нужного клиента связать с сервером. Разумно, что всем процессом будет управлять сервер, он здесь обозначен, буква А, собственно, клиент и буква Б. Для организации такой вот связи будут использоваться оптические свечи. Это довольно простое устройство. Вчера нам про них даже рассказывали. У них есть сколько-то входных разъемов, сколько-то выходных. И по команде, полученной по классическому каналу, будет скоммутирован нужный входной и нужный выходной разъем. Проблема в том, что сам свеч не понимает, в данный момент через него идет сигнал или нет. Ну, вот представьте, что у нас есть некая квантовая сеть. В вершине стоит сервер, дальше какой-то ряд оптических коммутаторов, и где-то мы подключили клиентов. Вот, собственно, надо их и найти теперь в этой сети. Если просто перебирать все возможные маршруты... А, как мы будем искать клиента? Клиент имеет какой-то свой идентификатор. Его можно закодировать частотой светового импульса. Каждому клиенту присвоим свой уникальный идентификатор. Клиент будет светить, мы будем переключать свечи, ну и в какой-то момент все-таки сигнал дойдет до сервера, он запишет. При такой коммутации, связанной с этим клиентом. Понятно, что процесс можно распараллелить, то есть когда у нас все клиенты будут светить одновременно, чтобы просто так не гонять все это дело. Но если посчитаем количество допустимых маршрутов, их окажется довольно много. Представьте, вот здесь, к примеру, коммутаторы 1 вход, 12 выходов. Ну, то есть в зависимости от количества коммутаторов формула будет экспенсиальной. То есть вот с количеством их будут показатели. Поэтому так перебирать будет очень долго все маршруты. Надо ввести какие-то ограничения. Но самый экстремальный случай, когда мы просто возьмем, нарисуем карту оптической сети, и надо будет все нужные каналы инженером ползать и коммутировать только так и не иначе. То есть все идентификаторы клиентов будут розданы с самого начала. Когда будет добавлен новый клиент, надо будет дорисовывать эту карту, постоянно ее согласовывать и хранить эту карту на сервере. Не устраивает. Нужен автоматический режим. Какие еще ограничения можно ввести? Вот расскажу на примере конкретного кейса. Есть некий заказчик. У него 400 клиентов, 3 здания. Он попросил, чтобы между зданиями было дублирование канала. Каждое здание вмещает не больше 140 клиентов. Нужно было построить данную сеть. Мы ввели такое понятие, как уровень коммутатора. Все очень просто. Коммутатор первого уровня – это тот коммутатор, который стоит рядом с сервером. Вот это то, что мы просто жестко запишем руками. В каждое здание устанавливается коммутатор второго уровня. Это коммутатор с двумя входами, который не является коммутатором первого уровня. Все остальные коммутаторы третьего уровня. Что мы от этого выиграли? Это то, что мы теперь знаем глубину дерева этих свечей. Знаем, что каждый клиент стоит ровно за одним коммутатором конкретного уровня. Значит, внутри уровня мы можем уже не подряд все коммутаторы перещелкивать, а поиском дихотами и деревень полам. То есть бинарный поиск использовать. Ну, соответственно, от полного перебора по всем коммутаторам. Надо здесь посчитать, их здесь порядка 40. Мы уходим к логарифму на каждый уровень. Собственно, вот так вот мы и выкрутились. Но, повторюсь, это какие-то странные танцы, которые случились от того, что свитч не может сообщить о самом факте прохождения через него света. Для меня вчера это было странно, что как решение мне предложили поставить туда отдельное устройство, дорогое, тяжелое, которое будет фиксировать факт этого света. Ну, странно, не сделать что-нибудь маленькое в самом свитче. Вот тоже как некая проблема. Вот, ладно, худо-бедно, это все сработает. Сервер узнает карту оптической сети, и можно будет начать вычислять ключи. Для этого, как все мы знаем, нам потребуется аутентифицированный канал. Чтобы его создать, нам будет нужен первичный секрет. То есть то, что отличает легального пользователя от, собственно, любого злоумышленника. Это как раз-таки знание этого секрета. Ну, есть разные способы. Мне вот самые актуальные для рассмотрения были доставка... Да, по сути, доставка первичного секрета через технологию открытых ключей PKI, либо симметричный секрет. Просто один тот же ключ записывается в два разных устройства. Технология PKI еще, как вариант, была предложена в проекте ACCOXE. Хоть там и знали про квантовый компьютер, естественно, сказали, что, а вы знаете, это будет быстро. Мы сейчас все заведем, пока никого у квантового компьютера нету. И, собственно, никто нас ломать не успеет. Мысль, наверное, здравая, но вопрос такой, когда появятся новые клиенты, все равно придется снова заводить все эти сертификаты, которые, вообще говоря, квантовому компьютеру неустойчивы. Да и более того, PKI — это такая довольно громоздкая инфраструктура с центром выдачи, списками отозванных сертификатов. Идти по этому пути кажется сомнительным. И все равно надо первый раз прийти и получить этот секрет. То есть если сам ты его сгенерировать не можешь, то же так же может и злоумышленник действовать. Надо чем-то от него отличаться. А именно тем, что придешь и получишь. Так вот, раз все равно приходить и получать, самым разумным показалось использовать симметричный секрет. То есть вот у нас такое решение. Секрет у нас симметричный. Теперь при наличии секрета мы должны выбрать способ аутентификации канала. Шифровать его не обязательно, то есть конфиденциальность обеспечивать. Нужно обеспечить его целостность. Вот два подхода. Теоретика информационной — это когда у нас у злоумышленника есть любое количество вычислительных ресурсов, а он все равно ничего не может сделать. А другой вычислительный. То есть нет, мы понимаем, что все-таки злоумышленник имеет ограниченные ресурсы, да и более того, это же все лишь процесс аутентификации. Если в данный момент нас не сломали, то потом ломать бессмысленно. Ключ уже родился, а аутентификация, ну, если все правильно сделано, информации не содержит. Полезно для злоумышленника. В пользу теоретикой информационной стойкости, ну, казалось бы, все квантовые ключи чем цены? Вот как раз таки тем, что на физических принципах, принцип неопределенности Гизенберга, все такое. Здорово. Но когда мы доходим до практики, вот эти все функции требуют, по сути, новый ключ на каждую аутентификацию. И если вдруг наш процесс не дошел до конца, то есть квантовый ключ мы не выработали, вот, то возникает вопрос, а чем бы следующий сеанс провести? Понятно, что их как-то можно накапливать. Ну, и мы просто вот эту бугарскую задачку решили, посчитали, как много битов ключа надо генерировать, ну, для того, чтобы все это дело было стойким. И получилось, что квантовое оборудование, по большей части, ну, будет работать на аутентификацию своего канала. Выход есть, но он небольшой. Вот, и более того, все эти функции еще надо потом будет как-то вот сертифицировать, что тоже представляется неким сложным решением. Поэтому пошли простым причем, понятным, да и вообще говоря, хорошим, использовать вычислительную стойкость, дабы квантовый ключ, который мы в итоге сгенерируем, будет использоваться, собственно, в стандартном шифровании, которое вот не занимается теоретикой информационной стойкостью. Теперь сам ключ. Когда все-таки после квантового протокола он изготовлен, его надо на двух концах как-то синхронно подтянуть к системе. Ну, представьте, работают два шифратора, один сменил ключ, второй нет. Ну, естественно, они просто теряли канал. Их надо вводить одновременно. Самый простой способ — это какому-то каждому ключу сопоставить идентификатор. Ну, сколько там уникальны, в понятии локальной окрестностях по времени, за которые точно этот ключ будет использован. Можно пойти чуть дальше и не просто, там, какой-нибудь порядковый номер использовать, а как-то еще и контрольную сумму в этот идентификатор заложить. Идентификатор будет чем-то открытым, поэтому всю квантовую последовательность... Ну, в общем, если мы просто возьмем и там какую-нибудь контрольную сумму бит квантовой последовательности, которая станет ключом, заложим в идентификатор, будет плохо. Мы тогда часть информации о ключе раскроем злоумышленнику. Поэтому не вся выработанная квантовая последовательность будет использоваться в качестве ключа. Конкретно, ну, часть пойдет на идентификатор, часть пойдет на сам ключ. Ну, как пример, вот так вот ее можно разделить. Не думайте, не ошибся, тут функция сжатия. У нас ключ имеет идентификатор. Дальше по этому идентификатору потребитель, а именно из КЗИ, может вызвать его из квантовой аппаратуры. Для этого наша компания в том числе, да по большей части, разрабатывает протокол. Перечислен. Программа, логический интерфейс, взаимодействие к СФРК и из КЗИ. Основная его идея такая, чтобы разные вендоры, разные производители из КЗИ и разные производители квантовой аппаратуры подходили друг к другу. Вот это ровно то место, где можно развязаться. Взять любой из КЗИ, любую квантовую аппаратуру, и они поймут друг друга, будут работать. Вот, что очень здорово. И последний момент. Здесь много, ну не много, но я для себя слышал много разговоров про этот пресловутый дексор. Как использовать квантовый ключ? В чистом ли виде? Дексорить его с каким-то классическим, как тут говорили, почему-то более слабым элементом? Или вот использовать какую-нибудь сложную функцию усложнения? Однозначно, этот вопрос ответить сложно, поскольку все, ну, надо рассматривать безопасность системы целиком. Но какие умозрительные соображения можно привести? Использовать квантовый ключ. Есть конкретно атаки на аппаратуру, соответственно, страшно всю безопасность системы доверять такому новому устройству, который еще вот не совсем даже ясно, как сертифицировать. Использовать ксор, то есть побитого сложения. Идея, кажется, здравой, очень похожа на шифру блокнот. Если как одна из величин случайна, значит сумма будет случайна. Но что пугает? Выработка классического и квантового ключа может происходить с разной скоростью. То есть можно попасть вот в этом плане в эксплуатационную, ну, какую-то такую ловушку, что ли. И главное, что если получить контроль над каким-то ключом, то можно... Ну, есть так называемая атака на связанных ключах. Там нужно весьма небольшое количество ключей. Она связана с несовершенством шифра, в котором он используется. Если подсунуть ключи с очень простой математической связью, то можно попытаться, собственно, сломать эту систему. Так вот, если вдруг квантовый ключ настолько вот смогут сломать, что он будет конкретно выдавать нужное значение, то можно придумать такую модель, ну, систему вот с этими клиентами. Представляете, 10 клиентов имеют одинаковый квантовый ключ, там, ну, распределенный в итоге, после вот всех длинных операций. И тут мы навязали, собственно, вот эту атаку с сором. Берем ключ, ключ плюс один, ключ плюс два. В общем, мы устраиваем эту простую математическую связь и, собственно, пытаемся вот сломать этот шифр. У нас зрительный, не спорю. Надо смотреть, как конкретный ключ используется в системе. Но все-таки ксор идейно очень прост для атакующего. Он может, в случае полной контроля квантового ключа, влиять, понятным для него образом, на итоговый ключ. Поэтому, ну, мне видится, более предпочтительно использовать какую-нибудь нелинейную сложную функцию усложнения. Да, тут уже о теоретико-информационном подходе сложно говорить, поскольку, скорее всего, функция будет перекрученная. Сложная. И так просто ее характеристики не высчитать. Но можем тут уповать на регулятора, который за нас о всем подумал, взять из какого-нибудь документа ТК-26 функцию диверсификации ключей и при помощи этой функции замешать, получить итоговый ключ, который уже будет загружаться, ну, использоваться непосредственно для защиты нашей информации. Ну и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите, коллеги, вы специально ускорили. Вопросы? У вас 15 минут еще. Да. Давайте вопрос сначала по этой части, да, ставь? Я не вот, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С чем связана неодвративность импортизмещения? Не к нам вопрос. Это все-таки к правительству. Мы знаем, что есть корпорации, которым недвухсмысленно дано указание по возможности им позамещать. Особенно те технологии, которые к запасу связаны. Но вопрос на самом деле не к нам. Мы просто об этом знаем. Потому что нам вращается. Есть что-нибудь на замену там вендора X? Мы стараемся, да. А с чем связано? Ну, видимо, геополитическая обстановка такая. Не хочется в эти дебаты сейчас уходить, но... И еще. А вот из тех 6-8 месяцев, которые уходят на доставку товаров из-за границы, они на таможне российской сколько стоят? Честно говоря, не знаю. Но не думаю, что в этом проблема. Коллеги, может, по существованию? Я сам тебе отвечу потом на банкете. Про доставку, да. А по существу доклад был про практические проблемы? Нет, по существу. Честно, про томов не знаю. Выясню. Ну, не думаю, что в этом большая проблема. Не на томовы. Да. А можно второй включить доклад? И чтобы не за чужой ноутбук, не это самое, да. Вторую презентацию. Так, коллеги, еще, пожалуйста, пользуйтесь. Вот что было. То есть идея была простая. Показать, что вот между лабораторным макетом, который функционально полностью делает все, что должен, да, и изделия российских реалий, как вас сертифицированы и готовы для отгрузки. Ну, некая вот здесь не пропасть, но очень большая работа. И по срокам, и по содержанию. Вот мы ее сейчас проводим. Ну, какими-то вещами готовы поделиться. Вот. Я думаю, что через год еще столько же расскажем. Ну, нового. Она? Да, да. Спасибо, коллеги. Вчера вот очень много вопросов вызвала вот эта тема. Ожидаемая. Вот. И вот доклад товарища Королькова, да, прощительный Сергей Павлович, да, с листа, потому что сложилась информация, особенно неподготовленная аудитория. И на круглом столе половина вопросов, да, было где-то вот рядом про это, да, поэтому… А у нас есть заготовочка, как всегда. Поэтому мы готовы небольшой ликбес такой провести, чтобы какую-то точку на этом поставить. Вот. Итак, СКЗЕ – средство криптографической защиты информации. Поименуемое тут часто. Да, давайте так его и называть. Очень удобная гигантура. Она такая понятная. Из чего она складывается? Это лицензирование деятельности, сертификация изделий. Опять же, не путаем, да, деятельность лицензируется, а изделие сертифицируется. У нас вот люди любят, как бы, и так, и так, употребляйте слова, как попало. Вот. Оценка влияния. Контроль-встраивание надо зачеркнуть специально. Вот. Это задача со звездочкой, да. Ну, и создание совместных решений – это, как бы, для этой аудитории уже не очень интересная такая бизнесовая часть. Вот. Итак, есть ФЗ. У нас, так, российское законодательство устроено. Есть ФЗ и есть подзаконные акты. ФЗ понятный. Ниже, чуть меньше, да. Постановление правительства. Об утверждении, положении, лицензировании, деятельности, разработке, производства, выполнении работы, оказания услуг, связанных с критозащитой информацией. Пожалуйста. Открытое постановление. Ну, открытое. Читайте. Ну, закон, безусловно, тоже открытый. Вот. Что в себя включает, как бы, вот эта деятельность, связанная с СКЗ. Разработка и производство. Чем вендоры занимаются распространением, чем занимаются все дистрибьюторы, да. Выполнение работы, оказание услуг – это вот некий такой сервис. Почему отдельных выделил? На все это разные лицензии. Разные по, как бы, документам, да, и разные по тяжести получения. Вот, собственно, разработка и производство – самое тяжелое. Ну, ожидаемо, да, потому что это самая сложная работа. Вот. Лицензия этого дает, ну, регулятор, которым у нас является ФСБ Россия. Вот. Почему сложно? Ну, там есть определенные требования, чтобы получить эту лицензию. Это специалисты в штате, это некие специальные помещения и некое специальное оборудование ИПО. Специальные, в смысле, там, закрытое, секретное, оно специфическое, да. Специалистов в штате отметил – самая большая проблема. К ним требования… Не отключена, видимо, анимация. К ним требования постоянно ужесточаются, когда-то их можно было держать по совместительству. И, в принципе, такой проблемы не было. Ну, у нас с вами, да, выпускников, там, вузов, которые готовят специалистов по безопасности, вроде как достаточно, да. Потом требования ужесточились, не помню когда, там, год-два назад. Сейчас это полностью фулл-тайм специалист в штате, у которого это основная его профессия. То есть профессиональное образование, защита информации. Либо, там, 500 часов переподготовки. Вот таких специалистов на рынке прямо, ну, не хватает сейчас. Именно для лицензирования деятельности. То есть для них есть отдельный спрос. То есть специалист для получения лицензии. Ну, все-таки специалисты, они обычно работают в нормальных компаниях, получают неплохие деньги. Им вот неинтересно прыгать из компании в компанию, чтобы они получали лицензии. Поэтому это прямо проблема. Ну, мы знаем, что в России любая проблема становится бизнесом. Поэтому считаем курсивом, да, все можно получить под ключ. Есть фирмы, есть интересные, условно говоря, порекомендую, которые этот вопрос профессионально решают за деньги. Находят этих людей вам, вот не вы бегаете по рынку, они находят помещение, оборудование, все делают. То есть платите, получаете бумагу. Все честно. Вот. Но стоит денег. Можете сами идти. Требования открытые читаем, готовим помещение, вперед. Вы лицензия от ФСБ. Да, счастья. Как бы рядом, да, но на самом деле еще далеко до него. Вот. Сертификация. Дальше вы лицензию получили, можете разрабатывать средства защиты и нести их вот в лаборатории, регулятор, сертифицировать. Все это начинается с ТЗ. ТЗ вот не в нашем понимании, не в вашем, да, это именно ТЗ на разработку из КЗИ и на его сертификацию. Такое вот достаточно, извиняюсь за анимацию, да. Вот. Варианты по заказу потребителя, то есть тот конкретный может прийти к ведру и сказать, вот я хочу такую вот железочку. Вот. И по инициативе разработчика. Вот NPTex обычно делает инициативные разработки. Обращаем внимание на курсив, ТЗ согласовывается с регулятором. И согласовывается с регулятором может только лицензиат. Поэтому вот как бы не может любая компания, да, такая абстрактная, да, вдруг написать ТЗ, принести регулятор и сказать, вот хочу делать. Нет, сначала туда лицензировали. Вот. Не сложно, но как бы долго, затратно. Вот. Есть там ряд требований. Требования к СКЗЕ. Существуют открытые. Ну вот с сайта их сейчас убрали. Вот, Алексей, подскажешь, их можно купить через кого? Можно купить на сайте стандарт информ. Вот. Стандарт информ, да. Как любой стандарт, он за денежки, просто там какая-то маленькая денежка, можно купить, посчитать. Вот. Ну там, да, в принципе, можно поискать там у тех, кто рядом с этой темой. У них есть предварительные варианты, когда еще были они открыты. Есть открытые требования, которые находятся в режиме на секретных отделах у лицензиатов ФСБ. Вот они секретные. Их как бы читают только те, кому положено. И даже внутри лицензиата есть очень узкий круг, который допущен именно вот к прочтению этих требований. Открытые сделали как раз для того, что вот мы с вами могли говорить на одном языке. То есть мы читали закрытые, вы не считали ничего, сложно разговаривать. Теперь появились открытые. Они про то же самое, но там нет ряда цифр интересных и прочего. Можете почитать, и мы говорим на одном языке, все понимаем, о чем речь. То есть открытые требования называются сейчас как бы рекомендации по разработке там из КЗЕ. Вот. Они как раз делались для заказчиков. Ну, то есть для всех, кто не исполнитель, не производитель. Вот. Крайне интересный документ. Вот. Потратьте тысячу рублей, купите, почитайте. Что там написано? Пару примеров, чем он интересен. То есть там, например, четкое определение, что такое криптографические функции. Вот. Это они все. Вот больше не бывает. Меньше можно сделать. Больше нельзя. Есть из КЗЕ, который выполняет одну из этих функций. Две. Ну, чтобы все выполняли, я таких не видел. Это очень сложно. То есть если вот что-то разрабатываете, вы понимаете, что вот это будет делать ваши из КЗЕ. Интересно? Да, интересно. Как бы уже можно говорить примерно об одном и том же нам с вами. Там же есть определение криптографические механизмы. Оно очень нравится, потому что оно объединяет в себе алгоритмы, протоколы и схемы. Вот как бы люди не сведущие обычно все это смешивают вот в одну какую-то непонятную конструкцию. Вот теперь будете знать, что вот алгоритмы, понятно, это наши ГОСТы там 89-го года, да, и кузнечик, современные протоколы, всем известные, и ПСЕ, и ТВС, ну и схемы, например, схемы. А все вместе это криптомеханизмы. Очень удобно. То есть когда хотите как-то общо сказать, говорите о криптографических механизмах. Не промахнетесь. Порядок сертификации, собственно, вот о чем вчера спрашивали, как появляется изделие. ТЗ, извиняюсь, здесь плохо видно. ТЗ делает лицензиат, то есть тот, у кого есть требования, да, кто этим занимается. Тематические исследования, лаборатория, Евгений вчера об этом рассказывал. Лаборатория – это другая лицензия, это лицензия, вот, это организация, аккредитованная ФСБ на проведение тематических исследований. Вот. Экспертиза – это регулятор, заключение – регулятор, сертификат – регулятор. Как бы просто, да, в чем нюанс? Тогда же читаем текст. А на каждом из этапов продукт, изделие, неважно, комплекс может зависать бесконечно долго. Вот бесконечно. Есть там рекорды – 8-9 лет сертификация, потом она успешная. Либо там 10 лет и так и не сертифицировали. Ну, в среднем это там, ну, понятно, что там 1-2 года, нормальные сроки, реальные. Вот. Но на каждом из этапов, подчеркиваю. Вот. Поэтому не все так просто, товарищи. Вот. Ну, контроль-встраивание, оценка влияния – тоже любят все эти термины. Вот. Из-за этого путаницы иногда. Вот. Контроль-встраивание – нет сейчас такого термина. Вот. Нет. Он когда-то был там, не знаю, давно или нет. Но сейчас он отсутствует. Однако его все применяют. На самом деле они под ним имеют в виду оценку влияния. Вот. Еще страшно, но все-таки хорошо, когда люди говорят корректно, да, и не употребляют термины, которые не существуют. Хоть они интуитивны и понятны. Вот. Оценка влияния есть. Вот по КЗ вчера вспоминали, да, в интернете оно доступно. Скачиваем, читаем. Смысл в нем, если сильно-сильно коротко сделать, да, то есть какой-то из КЗИ, к нему есть документация. Вот. Если вы хотите его использовать не прямо, как в документации написано, вам надо оценить влияние на заново. То есть, если у вас там библиотечка, она под Windows, а вы хотите ее где-то в другом месте использовать. Оценка влияния. Вот. Она проводится спецорганизацией и вендором. Вот если очень коротко, да, то такой вот ликбез, вот, более широко этот вебинар, еще раз повторюсь, у нас на сайте доступен. Архив вебинаров по названию из КЗИ найдете, читаете, там он минут на 40, поширше, с комментариями, с коллегой там я провожу. Поэтому, пожалуйста. Надеюсь, что-то стало ясней, понятней, да. Еще есть все-таки пять минут на вопросы. Может, теперь по этой части. В семь, да. Вот, учитывая то, что вы сказали, все генерации связаны с сертификацией, а какой вот экспортный потенциал у этого бизнеса? Огромный. Поверьте мне, огромный. Если брать там, ну, Америку и Европу, и все страны, которые не дружат с Америкой и с Европой. А у них нет альтернативы, больше никто в фотографии занимается вменяемо. Они же очень бедные. А? Ну, да, вот так все, а? Бедные люди, а страны богатые. Это примерно как в России, да. Поэтому... Не очень большой рынок, да. Не очень большой. А это вообще маленький рынок. В целом. Это маленький рынок, узкий. Мы это прекрасно понимаем. Ну, поэтому вендоров мало. Их вот, пальцы, рук, все. Ну, как-то так. Не то, что мы профессионально экспортом занимаемся, но рынок есть, да. Есть, интересуются этим, вот. Ну, там просто свои, ну, нюансы. У них же свое законодательство. Это вот всегда очень сложно. Вы должны адаптировать любую систему, которая вас продает? Ну, там с экспортом, ну, вообще отдельная песня. Вот это как бы. Ну, это возможно. Нет, вопрос. Вот вы должны систему на экспорт адаптировать под законодательство. Иногда так, да. Иногда нет. Иногда... Не так. Когда вы вывозите готовое изделие, чтобы вы вывезти, вы должны сделать изделие, соответствующие требованиям, допускающим экспорт. То есть для тех изделий, которые используются из отдельных дел. Это правило более жесткое. Как-то там, да. То есть с самого начала, если вы планируете вылаз за рубеж, не важно какой цель, просто показатели права, где-то другие требования просто. Ну, и отдельная процедура вылаза, да. Самому должен, да. Там либо уведомительный, либо разрешительный порядок, в зависимости от ситуации изделия. Ну, просто так не вывезти. И вторая проблема – ввести на территорию той страны. Это вторая проблема. То есть это сложно. Ну, там, с каждой стороны проблемы. Не то, что у вас как-то сложно. Очень сложно. Не невозможно, но просто очень сложно. Поэтому, если это стоит того, то это делают. Нет, так нет. Поэтому. Овенок есть. Есть. А на второй стороне есть свой регулятор, который тоже проводит правовой сертификацию своих педагогических средств. У компании «Неподекс» есть опыт, например, там получили, по-моему, один или два сертификата. Они… Я расскажу, да. У нас одна из библиотек, мы по-моему, единственные такие в России, которая имеет сертификат FIPS. Можно на сайте FIPS проверить. Называется там что-то «Vipnet BCCC». не помню расшифровку, но там «Crypto Core» последние вот цифры, буквы. Вот. FIPS 142 Level 1. Ну, самый простой. Это математическая, категорографическая библиотечка. Ну, просто мы этот путь вот прошли, он возможен. То есть российский вендор там у них по их правилам сертифицировал. Вот. Можно купить там? Пожалуйста. Покупают. Ну, вот как-то так, да. Хороший вопрос про экспорт. Надо отдельно делать большую тему. Кейсов просто мало, да. Давайте еще что-нибудь. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Вот. Во время вашего доклада вы говорили об интерфейсе взаимодействия между шифратором и, собственно, банковой лабораторой. И, очевидно, наверное, что разработчики банковой лаборатории за все меньше опыт вообще был в удовлетворении всех правил регулятора и прочее. И скорость потребления ключа и скорость генерации ключа квантовой лаборатории, они зачастую, ну, в логичном онлописе впадает. А кто в этом случае будет ответственно, собственно, за хранение вот этого не слишком ключа? Ну, смотрите, я понял. Чтобы выкидываться или где-то храниться в какой-то части? Во-первых, скажу, что этот путь мы только начали. То есть мы упомянули этот интерфейс пока как идею и как путь, куда мы идем. Он еще не сделан. Это как раз ТК-26, площадка, где все вендоры из КЗИ, где все вендоры квантового оборудования и РКЦ, и МГУ, и ХМО на этой площадке все будут участвовать в обсуждении и, скажем так, создании этого стандарта. Вот. Это путь, который займет нас года полтора-два. Поэтому сейчас там не решены все вопросы, о которых вы говорите. Вот. Сейчас мы только начали это обсуждать. Инфотек сделал некая первая версия проекта стандарта, которую мы скоро разместим на закрытом форуме для членов ТК-26 и ее будем обсуждать героически. Вносить там правки, замечания, вот вопросы такие нам будут задавать. Вот. Мы все вместе как-то их реализуем. Вот. Я не знаю, есть у нас сейчас ответ на этот вопрос. Я помню про какие-то там буферы, но... Угу. Да. Значит, это еще, может быть, не проработано. Да. Но вопрос понятен. Будем прорабатывать. Сейчас в буфорентах представлено, что можно и последовательность, а можно и ключ просить у квантового оборудования. А так, конечно, в основном за все хранение ключей будет из КЗИ отвечать. То есть, сейчас возможен вариант, что почти готовый ключ будет лежать в квантовом оборудовании. Да. Ну, а что же будет из КЗИ, ну, с точки зрения вот всего, что я рассказал? Ну, ключевой стол почти готовый. Да, почти. В этом интерфейсе масса вопросов, на самом деле, поэтому мы за него и взялись. Вот. И защита этой интерфейса – это огромный вопрос. То есть, почему мы за него взялись, да, это прямая рекомендация регулятора. Начните вот с этого. Потому что это такое место интересных атак. Поэтому там уже тоже защита нужна. Хотя интерфейс может быть внутри оборудования, а может между двумя ящиками быть. И как бы много там над чем надо подумать. И мы думаем. Да, вы все вот скружали, что нет производителей отечественной компоненты ВАЗы. И вот ответили с этим вопрос, вот с лавинными как это детекторами, которые не только вам нужны и всем. Вот какие-то подвижки тут наблюдаются, что кто-то может начинать ими заниматься. И наоборот, если это раньше было и теперь нет. Ну вот какая-то, 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 наверное, в какую-то сторону вообще. Ну, я слышал, что говорят, что ими занимаются, да. Ну вот более конкретных данных у нас нет. У нас Сергея нет, да, уже в зале, который я об этом рассказывал. Да, то есть пока вот слухи. А это хорошие слухи, что кто-то начал заниматься. Но не могу ни фильм назвать, ни каких-то прогнозов. Вот. Ну просто и не моя зона, как бы, ответственности. Главное начать, да. Мы верим, что государство этим озадачено, реально, но это связано с обороноспособностью, поэтому мы этим действительно занимаемся. Просто пока сложно сказать, что это вот такое, оно осязаемое. Но мы верим, да, что оно придет. Мы будем первые. Плесины вот есть же российские, да, но просто они нас не удовлетворяют по параметрам, к сожалению. Надеемся, что они подтянутся. А такие вендоры есть, да. Пока мы американские закупаем, опять же, продукция двойного назначения. У нас там огромные сложности с покупкой этого. Пока они решабельны, но это вот вечно такая проблема, которую надо каждый раз решать. Поэтому отечественный приз с измеримого уровня, да, это был просто подарок. Не только для этой технологии, они много где используются, мы понимаем там. И просто в шифраторах, а не только в квантовых. Ну и в том числе, да, я знаю, что их точно делают. Мы даже их смотрели, но характеристики, ну, пока не устраивают, но в целом. Завершая оригуляторе, уважаемый, да, я хотел сделать ремарку, что вот, по-моему, между двух разравнивающих квантовых аппаратур, и никому не платить, потому что у него шифратор с силой кристики будут регулировать. Да, это не что-то страшное, не надо как бы так относиться, да. Очень приятно, если у вас все распорились. Все хорошо. Да, да, еще вопросы, пожалуйста. Ну, если нет, тогда... Вам спасибо. Спасибо.